На экраны выходит драма о легендарной Джуди Гарленд. Вышедший на экраны британский фильм Руперта Гулда Джуди «Психологический портрет суперзвезды 30-х годов Джуди Гарленд», познавший мировую славу в 16 лет и в 47 лет погибший от передоза барбитурата. Ренезил Вегер в роли Джуди Гарленд – это сильнейшая актерская работа. Фото – парадис. Если не знать масштаб таланта и трагическую судьбу одной из самых знаменитых жертв голливудского конвейера, картину можно не смотреть. Перед вами необъяснимо вздорная и сдерганная женщина, от которой никому нет жития, но которую почему-то неистово любит публика. Но это одна из легенд мирового кино, о которой написано множество книг и снято фильмов. СССР в свое время прошел мимо Джуди Гарленд, а в мире это имя было культовым, ее песню. Из киносказки «Волшебник страны» узнал каждый. Минус. Три фильма «Октября», которым прочат номинации на Оскар, ее взлет случился в эпоху, когда в кино царили малолетние звезды. Студии открыли золотую жилу, разрабатывая доходнейший шоу-бизнес с участием вундеркендов. 20-й век. Фокс пестовал шестилетнюю Ширли Темпл, MGM. Обаятельную Дину Дурбин, подобно во рту Тимми Керуни и его партнершу Джуди Гарленд, обладательницу сильного, уже совершенно взрослого голоса. В конце 30-х она выстреливала по 2-3 фильма в год, и это была работа на износ сутками напролет, после чего она не могла уснуть без снотворных. Не по годам развитая девочка должна была сесть на жесткую диету, чтобы сохранить облик подростка. СССР в свое время прошел мимо Джуди Гарленд, а в мире это имя было культовым. Лично Луис Майер, один из владельцев MGM, следил за этим, ласково называя Джуди нашей маленькой горбуней на всю жизнь, поселив в ней массу комплексов насчет своей внешности. Об актерской школе речи не было и от нее требовалось только петь, энергично двигаться и зазывно стрелять глазами. Пела и танцевала она великолепно, но настоящее актерское дарование в ней появилось только в зрелости. В частности, в драме Стэнли Кремера «Нюрнбергский процесс», где она сыграла в эпизоде «Свидетельницу обвинения». Кадр из фильма Джуди. Фото. В своей радиопрограмме о Джуди Гарленд я приводил фрагмент из воспоминаний актрисы о съемках фильма 1939 года. «Бэйбс ин Армс». Мы снимались круглые сутки. Валились с ног от усталости, нам давали возбуждающие таблетки и мы еще трое суток подряд не покидали съемочную площадку. А оттуда нас везли в клинику при студии. Помню палату с двумя койками, на одной лежит Микки Руни, на другой я, нам давали снотворное, и мы проваливались в сон. Через сутки нас будили, и снова начиналась трехсуточная, без пауз, съемка. Это был сущий яд. Мы переставали соображать, наркотики стали частью жизни. Когда я доходила до края, меня вели к психиатру. Так мы работали и понемногу сходили с ума. Эту искусственную бодрость очень ясно ощущаешь в ее фильмах той поры так веселяться на галерах. А потребность в стимуляторах осталась с актрисой навсегда. Минус. В Каннах раскрыли подробности фильма Бендер с Безруковым, отсюда преследовавшие Джуди Гарленд катастрофы в личной жизни. Ее быстро бросил известный джазмен Арти Шоу. Распались браки с музыкантом Дэвидом Раузом, режиссером Винсенте Миннелли, продюсером Сидни Лафтом. В фильме его играет Руфус Сюэлл. Выработав потребность студии ресурс актрисы, МГМ, расторгла с ней контракт из-за невок на работу и эмоциональной неуравновешенности. После чего Гарленд не раз пыталась покончить с собой. Такова предыстория событий, которые разворачиваются в фильме Джуди. Теперь вам понятнее состояние героини, с которой предстоит вместе пережить ее последние триумфы и скандальные провалы, восторг и ярость публики, безумная надежда на личное счастье и бунт против собственной блистательной, но столь неказистой судьбы. Джуди Гарленд в фильме Нюрнбергский процесс, 1961 год. Фото Кинопоиск.ру Фильм Джуди снят по пьесе Конец радуги Питера Килтера и Нечица, подобно Байопику, проследить всю жизнь актрисы. Начав сцены ее концерта в Нью-Йоркском Палис-Театре, где она выступила с детьми Лорной и Джоуи, авторы сосредоточились на исходе 60-х, когда изнуренная алкоголем и наркотиками Джуди Гарленд предприняла пятенедельный тур в Лондон, надеялась концертами в ночном клубе поправить финансовые дела и вернуть былую славу. Им и свидетели тягостной агонии большого таланта, распада личности, увядания одного из самых прекрасных цветков в голливудской оранжереи. А параллельно идущие флешбеки возвращают нас в дни съемок «Волшебника страны Оз», где становятся очевидными истоки этой патологической нервозности, непоправимые детские травмы, в роли 16-летней героини Дарти Шоу, больше похожая на юную Дину Дурбин. Минус. Мавл может снять полностью женский супергеройский фильм в заглавной роли Ренезил Вегер. Судя по всему, она хорошо изучила фильмы и хронику с Гарленд, чтобы усвоить и стиль ее пения, и то, что называют языком тела. Она вошла в роль столь глубоко, что практически слилась со своей героиней, стала ею, и кульминационные моменты картины музыкальные номера в ее исполнении оставляют ощущение сильнейшего эмоционального шока. Такие мощные актерские прозрения в кино случаются крайне редко. 17 октября на экранах России. Кстати, 6 из 40 фильмов Джуди Гарленд Один. Волшебник страны Оз The Wizards of Oz 1939-2 Для меня и моей девочки For me and my gal 1942-3 Встречай меня в Сент-Луисе Meet me in Street Louis 1944-4 Пасхальный парад Easter Parade 1948-5 Летние гастроли Summerstock 1956 Звезда родилась A star is born 1954-4 Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГ Культура Кино и ТВ Мировое кино Гидпарк Кино и Театр с Валерием Китчином